Раз, два, три, четыре, пять, вышел. Прием, прием, прием. Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлойрда, и ей в этом помогает Надя Эггерс. Друзья, мы все ждали ее возвращения и наконец-то дождались. Встречайте, Надя вернулась. Надя, привет. Привет, дорогие друзья. Я просто безумно счастлива была, спасибо, безумно счастлива была читать все ваши комментарии. Я понимаю, что вы по мне скучали, многие из вас, я тоже по вам безумно скучала. К сожалению, мягко говоря, стала заложником современной эпидемии и не могла вернуться вовремя из другой страны домой. Вот поэтому Миша был моим заместителем, так сказать. Я считаю, что он справился на все сто процентов. Он умничка, мне нужно даже кое-чему поучиться. Но вот сейчас мы вместе решили показать вам очередной дом, чтобы было мягкий такой, был такой мягкий переход, чтобы всех вас не травмировать. Кому-то Миша больше нравится, кому-то Надя, кому-то Юля. Вот все мы тут вместе собрались, потому что мы очень волнуемся о ваших нервах, о вашем настроении. Сегодня мы приехали в дом, который находится в районе, это Орландо, но находится недалеко от района Лейк-Нона. Из-за высокой цены на дома в Лейк-Нона стали уже такими популярными районы, как этот. Он находится буквально в пяти милях от Лейк-Нона. Очень шикарный, на мой взгляд, район. Здесь очень много новостроек, дома, которые были построены в 2015-2017 годах. Застройщик здесь в основном был Ленар, но было еще несколько других застройщиков, но в основном все дома строил застройщик Ленар. Этот владелец в свое время, в 2017 году купил этот дом у застройщика за 325 тысяч, и сейчас мы его продаем. Я листинг-агент, то есть я тот агент, который продает этот дом. Мы выставили дом за 450. За 450 мы уже получили, мы уже зашли под контракт, мы получили очень много предложений о покупке, и мы выбрали высшие цены, которую мы просили, и это наличка, кэш-офер. То есть совершенно вообще отличный исход ситуации. Все счастливы. Очень хорошее время для продавца. Очень много просмотров, я думаю, просмотров было более 50 за два дня. Мы ушли под контракт в течение двух дней, он был на рынке два дня. Давайте я немножечко расскажу вкраса как риэлтор. Миша остается как любитель. Покупатель. Да, то есть я буду смотреть на недвижимость глазами риэлтора и проходить по цифрам, а Миша будет уже как глазами покупателя, может быть, правильно? И буду залазить во все шкафы. И буду зал, да. Это то, чего я не делаю. А то, что некоторые любят на нашем канале, и то, что некоторых бесит, ну, как бы люди потерялись на два лагеря. Но я считаю, надо заглядывать, потому что как-то еще... Нам интересно. Да, да, как-то еще узнаешь. Поэтому ты здесь и есть. Да. В общем, давайте быстро по цифрам. Дом был выставлен за 450, уходит немного выше этой цены. Он был построен в 2017 году. Метраж дома 2590 square feet, 241 квадратный метр. В доме 4 спальни, 2,5 ванных. Дом двухэтажный. H.O.A. всего 100 долларов в месяц. Это, кстати, неплохо, потому что здесь есть комьюнити-пул, здесь есть теннисный корт, здесь есть джим, волейбольная площадка и баскетбольная площадка. Я считаю, что за 100 долларов в месяц они отрабатывают эту цену H.O.A. И комьюнити, кстати, очень ухоженный. Вот реально очень ухоженный. Каждый раз, когда я проезжаю мимо, все очень чистенько, травинка к травинке. Ну, не придраться, честно говоря. Мы еще проедем, покажем. Про налог. Налог 4650 в год. Дом блочный. Что еще интересует обычно? Я уже забыла извините за полтора месяца. Обычно еще интересует сколько акров здесь, если есть. А, да, здесь 0,14 акра. Это стандартный лот. Это стандартный считается? Нет, стандартный считается, это будет где-то 0,12 акров. Он считается как бы почти стандартным, но из-за того, что вы увидите на заднем дворе, как бы это увеличивает даже зрительно лот, потому что там у нас озеро. Значит, этот дом можно сдать за 3200. 3100, 3200 в этой ценовой категории. И по поводу ипотеки, если вы берете ипотеку 20% down payment, первоначальный износ, то есть вы берете сумму ипотечного кредита на 320 тысяч тогда получается, сейчас средняя цена ипотечного процента 3,3 где-то, то есть у вас получается приблизительно 1400 долларов в месяц чисто по ипотеке, плюс 100 долларов в месяц HOA, плюс 390 в месяц налог и плюс приблизительно 180 долларов в месяц страховая. У вас получается все на все выходит около 2100. То есть если взять сумму аренды, можно сдать, ну пусть это будет 300, да, если, ну совсем, если повезет, тогда 3200, вот, ну сумма аренды 3100, отнять 2100, вот вам 1000 долларов прибыли, да, чисто прибыли в карман, вот, ну давайте пройдем, посмотрим, давай, готовы, руки чешутся, да? Да-да-да. Мой ребенок не умеет читать. Как его научить? Мой ребенок делает ошибки при чтении и вообще не любит читать. Можно ли это исправить? Мой ребенок билинг. Как сохранить русский язык, если он растет вне русскоязычной среды? Педагоги онлайн-школы Кицки готовы ответить на все волнующие вас вопросы. Кицки – это онлайн-школа по чтению и русскому языку для детей от 4 до 16 лет. Все занятия проходят на собственной онлайн-платформе, один на один с педагогом. На занятиях используется увлекательная игровая методика, поэтому ваш ребенок будет сам бежать на урок. А после занятия с педагогом ребенка ждет интерактивное домашнее задание, чтобы закрепить результат. В Кицке есть программы для детей, которые совсем не умеют читать, допускают ошибки при чтении, а также есть курс по грамматике русского языка для детей билингвов и мультилингвов. Первый пробный урок бесплатно. На нем вашего ребенка протестируют, подберут подходящий курс и ответят на все ваши вопросы по обучению и чтению. А по промокоду RUFLORIDA скидка 10% на первый блок занятий. Ссылка на пробный урок в описании под видео. Кицки научат читать, подготовят к школе и помогут сохранить русский язык в любой точке мира. Здесь жил арендатор. Сейчас у нас пока еще есть вещи, это личные вещи продавца. Он кое-что сюда перевез временно, но к закрытию это все уйдет. Это комната столовой, можно ее назвать, или вторая гостиная. А мне показалось, офис. Можно как кабинет, кто на что гораст. Раньше здесь стоял пинг-понг, настольный теннис-столик. О, бильярд можно поставить. Кто на что гораст. Кто-то может из этого сделать офис. Ну, честно говоря, для офиса я всегда, для моего офиса, я предпочитаю закрытые двери, потому что если ты на телефоне, то на переговорах, то все слышно. Да, так никто не мешает, но на самом деле это мелочи. Здесь можно добавить двери, поставить стену дополнительную. Потолки здесь высокие, посмотрите. Да, очень, очень. Высокие, сейчас покажу, так издалека, посмотрите. Здесь был огромный второй свет, пусть только в коридоре. Побольше снимай. Само помещение, потому что многие пишут, что... Нас слишком много. Нас слишком много в кадре. Ну, всем не угодишь. Кому-то мало, давайте помещение снимать. Посмотри, мне вот нравится, что лесенка, она не деревянная, а металлическая. Видишь, прутья. А это? Дом был только... Это дерево. Дом был только что свежевыкрашен, где смогли, где дотянулись. Он был профессионально выкрашен. Да-да-да. Парень, который красил у нас из Майами сюда приезжал. Молодец. Ничего себе. Вот, все очень освежено, дом был профессионально убран. Спасибо, Леня и Сережа Кулиш. Спасибо огромное за замечательную уборку, такую детальную. Ну, проходи. Так, значит, там было непонятно, какое помещение. Кто как хочет, так и использует. Здесь у нас половинка ванной. Будешь дверь открывать? Да, проверяй, все. Доводчики. Да нет, здесь ничего такого необычного-то нету. Да. Ну, все стандартно, да? Ну. Светленькое все, да? Это половинка считается, здесь только туалет. Так. Дальше идем. Вот. Сейчас мы вам все помещение сразу покажем. Так. Ну-ка, давай, давай, давай. Открывай все. Все работает. Я думаю, кто приятный нас, тем труднее. Да, да. Тем труднее, тем новым. Ну да. Нет, на самом деле, продавец молодец. Честно говоря, он постарался освежить настолько, насколько, в принципе, возможно. То есть он проверил каждый предмет, он же здесь не жил, правильно, здесь жили арендаторы. Он проверил каждую технику на предмет, рабочие нет. Заменил микроволновку, там она была немного сломана. Диспозал. Ну, в общем, он сделал все возможное, чтобы дом был в таком же идеальном состоянии, в котором он его приобрел в 2017 году. До арендаторов, да? Вот мне нравится вот это окошко здесь, классное. Вот смотрите, какой вид хороший. Честно говоря, ты знаешь, мне очень нравится, когда здесь раковина. Ты посуду моешь, и тебе весело, не так грустно. На самом деле, здорово, что раковина, в принципе, это на острове, да? Да, да, да. Ты можешь мыть посуду и телевизор смотреть. Тоже, тоже вариант. Хуже, когда раковина вот здесь, не говори. Ну да, красивый очень вид. Вообще, вид красивый с большинства комнат этого дома. Планировка дома достаточно грамотная. Окна выходят на озеро. Большинство окон. А где здесь телевизор был? На той стене? Ты знаешь, телевизор был на этой стене, да. То есть, здесь, на самом деле, был столовый, столовая была, ну, стол, данник, стол, данник, тейбл. Супер открытая планировка называется. Да, очень открытая планировка. Здесь большая стена, здесь висел телевизор, здесь стоял огромный, кстати, здесь влезал очень большой секционный диван. Ну, разбег для фантазии. Есть где развернуться, да. Кто-то может повесить телевизор на ту сторону, потому что, в принципе, я вижу розетки, для телевизора предусмотрен на этой стене. Ну, смотри, опять, какая у вас мебель будет, и как она, ну, хорошо вместится, в каком положении. Знаешь, чего я еще заметил необычного в этом доме? Обычно мы видим люстры висят. А здесь, посмотри, потолочный свет. Точечные, да. То есть, сделаны стройные светильники. Обычно мы видим вот эти люстры на той доме. С фенами, с вентиляторами, да. Да, 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 кстати. С другой стороны, это дом 2017-го. Да, это уже более современный. Да, интересно такое помещение, да. Вот здесь, скажи, как оно, Надь, называется? Ух ты! Чтобы я знала. Рабочая зона такая, да? Здесь можно свои чеки разбирать. Здесь можно поставить компьютеры, да, разбирать чеки. Ну, можно такой мини-офис сделать, да. Ну, на самом деле, я вижу, если есть такие помещения, я вижу, очень часто стоит ноутбук, стульчик. Если что-то нужно, там быстренько, не отходя от плиты. Да, слушай, да. Тут кашеваришь, тут рядышком и поработал заодно. Чаще всего я такие помещения, мы его иногда называем вайфс-корнер, да, то есть уголок жены, что ли, где она будет плакать вечерами. Нет, я шучу, конечно. Чтобы она уходила плакать. Если ее в угол будут ставить, она будет там сидеть и плакать. Нет, на самом деле, чаще всего я такие уголки вижу, когда ты заходишь с гаража, и между жилым помещением, ну, домом и гаражом бывают вот такие же столики, куда можно сумочку поставить, также компьютеры и так далее. То есть, ну, здесь, видите, он расположен на кухне. Везде, кстати, гранит, как у меня в конду. Да, гранит везде. Но цвет он другой у тебя. Так, здесь у нас кладовочка. Ку-ку. Хорошая для круп и всякого такого. Хорошего размера кладовочка. Вот пылесос хранят. Так, проходим дальше. Так, в гараж, наверное. А вот видите, я говорила, что здесь что-то наподобие вот такого. Небольшая имеется, да? Сумочку поставить, какие-то вещи еще персональные. Да, ключики бросить. Да. Так, что у нас здесь? Гараж на две машины. Господи. Вот. Аккуратненький. Тоже здесь видно покрасили. Вот так баки стоят. Слушай, а почему вот они двух видов? Что это значит? Есть синий и зеленый. Один бак для мусора, продуктового мусора, а второй бак для ресайкла, это бутылки, банки. То есть сейчас такое разделение пошло в Америке, да? Да, обычно, конечно. Уже давно это идет. Обычно забирается в разные дни, например, в понедельник мусор, а в среду или в четверг забирается ресайкл. Здесь водонагреватель, такой водонагреватель, да, здесь можно выставлять температуру, которую ты хочешь, и они называются Energy Efficient, то есть энергосберегающие водонагреватели. Это очень крутой на самом деле, очень хороший. Вообще весь дом его рекламировала застройщик как энергосберегающий дом. То есть здесь как бы и стеклопакеты, и кондиционер, и водонагреватель. Все сберегает энергию, да? Energy Efficient. А что у нас здесь? Там написано, подождите, куда Миша полез. Danger. И Юля говорит, Миша, давай открывай, смотри что-то. Не, ну на самом деле это вот так выглядит. Типа электрическая панель. Выключать свет в каждой комнате, например. Ну или линию определенную. Электричество, да, здесь обычно у нас света подписывается на каждую комнату, на каждый этаж. Например, вот здесь кондиционер, это сушильная машина и так далее. То есть это все ванная 1, ванная 2. Так стандартно выглядит везде. Это поливочная система. Вот это поливка? Да. О, прикольно. Вот такую я тоже не видела. Будем знать. Здесь настраиваешься, какой день ты хочешь, чтобы поливалась. То есть сейчас это стоит на авто. Здесь все это настраивается. То есть ты можешь выбрать любой день, любое время, дня или ночи. Слушайте, здесь немножко так душновато. Да, здесь душновато, потому что здесь кондиционера нет. Кондиционеров нет в гараже. Да. Ой, сейчас покажу, смотрите, какой страус идет. Там открытая дверь, давай, раз мы уже на первом этаже, может быть, мы выйдем. На самом деле это не страусы. Это журавли. Журавли, журавли, это журавли. Ну я их страусами называю. Это краснокнижные, видите, у них красненькая шапочка такая. Какие-то флоридские журавли. Кто знает, точно можете написать в комментариях. Ну я знаю, что они краснокнижные. Вот, а здесь они вот так гуляют. Я думаю, те, которые с шапочками красными, это мэлс, да? То есть мальчики. А, ну мальчики красивее всегда. Они всегда красивее. Так, фу, как здесь хорошо. Да, здесь хорошо. В общем, такой у нас первый этаж, планировку. Я тебе дам, Юля, у меня есть план. О, классно. Ты его выставишь, его план, планировка. Вот, поднимайся на второй этаж. Так, я сразу замечаю, что на втором этаже тоже высокие потолки, что классно. Так, давайте, наверное, пройдем налево. Кто здесь, где я? Здесь мастер, хозяйская спальня, Миша. Кто будет двери открывать? Кстати, жалко, что мебели нет. Зачем тебе мебели? Ну что, молодец. Подожди, там у нас еще ванная и гардеробная. Шторок нету, блин. Опять-таки, смотрите, а вид, здесь закрыты жалюзи. Вид на озеро, очень красивый вид. Да-да-да, смотрите, класс. Кстати, мы не обсудили, дом поставлен так, что можно еще даже добавить бассейн. То есть, если у соседей слишком близко к озеру, да, оба соседа, то этому дому еще можно добавить бассейн, достаточно места. Ну, классно тут, слушай. Мне что, нравится, здесь очень много окон. Да, светлый дом, да. В принципе, светло покрашенный, такой светленький, свеженький. И окон много. А здесь на соседей, да? Ну, вот, кстати, да. Ку-ку, сосед, привет. Обсудить и рассказать. Знаете, я у кого-то из блогеров тоже слушал, кто именно прям застройкой занимается, из Техаса, что последние годы... Последние годы в микрофонах... Да-да-да, говорите сюда, пожалуйста. У нас один микрофон на двоих. Последние годы почему-то расстояние между домами все уменьшается. Ты слышала такое? Ну, конечно, потому что земля стала дорожать, и когда застройщик покупает множество акров земли, естественно, они стали делить лоты поменьше и поближе друг к другу, потому что, ну, больше построят. Ну, логично. Да, вот и вот там мой пример. Посмотрите, как здесь близко. Да. На самом деле, если вы посмотрите на дома, которые были построены... Я даже не могу сказать... До 2000 года там везде... Практически везде большая земля, и соседи не рядом. Да-да. Дальше уже земля стала дорожать, застройщики стали умнее. Мы делаем вывод, есть плюсы в новостройке, это то, что вот энергосберегающие, все это на электричестве, а во вторичном жилье, то есть, получается, у тебя может быть больше земли, чем в новостройке. Да. Интересно. Точно подмечено. Закрой окно, а то там сидит сосед и скажет, что-то они там на меня смотрят. И обсуждают меня. Да, и обсуждают. Так, что у нас здесь? Так, все понятно. Хозяйская ванная. Две раковины. Светленькая. Светленькая, чистенькая. Акриловая ванная. Можешь, кстати, закрыть, мы с другой стороны. Двери, кстати, опять стандартные. Да, стандартные. Мы всегда встречаем, мы с Юлей уже обсуждали, они и те же двери. То есть, застройщики... В одном магазине, видимо, закупаются. Да. Здесь магазинов-то хом-ди подалов. Понимаешь? Ну, или из Китая заказывают, а вон, 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 везде, в каждом доме устанавливают. Ну, и эти ручки стандартные, я их тоже часто вижу. Кстати, даже если брать... Ну ладно, скажем спасибо, что они здесь есть. Да, не говори. Спасибо, Дамана. Нет, нет, ну, все равно, все очень чистенько, светленько, мне нравится. Да, мозаика тоже приятная очень. То есть, ничего слишком многого, то есть, не busy, как мы говорим, да. Не загружена. Не загружена, вот, точно. Цвет такой приятный, и с сеньким отливом. Унитаз пропустила, ну ладно. Унитаз, давай-ка посмотрим. Самое главное. Закрытый. Закрытый, как мы это любим, конечно. Правильно. Так, это гардеробная, посмотрите, какая гардеробная. Это моя мечта, честно говоря. Гардеробная классная. Слушайте, как... С окнами, да, вот это я такого, наверное, в первый раз вижу, с окнами гардеробная. Когда дневной свет, это всегда... Да, даже одно окно, оно уже... придает другое ощущение. А здесь три окна. Даже жалко для гардеробной. Не говори, как... Еще одна спальня. Да, я бы сюда уже спальню сделала. Много спальни, я вижу, меньше по размеру, чем эта комната. Здесь, получается, только одна гардеробная, но вторая. Здесь в каждой комнате... А, ну, гардеробная, понятно, есть... Мастер гардеробная. Да, да, это одна. Ну, она здоровая, значит, достаточно. И вот эта... Налево для мальчиков, направо для девочек. Вот она, наша любимая постирочная, прачечная. Переходит плавно как раз-таки в гардеробную. Сейчас так... Мастер из хозяйской спальни. Можно пройти в ванную, в гардеробную. И тут же, как бы... Очень удобно. Но, опять-таки, отсюда не будет слышно работающей машинки, потому что достаточно далеко стоит от хозяйской спальни. Да, то есть это не то, что она прям рядом-рядом со спальней. То есть, в принципе... Не, вот это классно спланировано, я считаю, да. У меня вопрос. Замечательно. Да. Ну-ка, давайте. Машинки здесь остаются, правильно? Вы знаете, очень странно, но покупатель, прежде чем... Ну, когда он посылал офер, он сказал, чтобы машинки были вывезены. Батюшки. Первый раз я такое встречаю, но это... Мы можем с Юлей вывезти. На себе. Это инвестор. Это инвестор, и, видимо, он будет... Ну, как бы он будет сдавать, но инвестор из другого штата, видимо, в том штате, это, как я понимаю, есть... Ой, я не знаю, как по-русски сказать, но это liability, да, то есть ответственность, типа, я не знаю, пожарной безопасности, что ли. Я знаю, что в каких-то штатах нельзя сдавать арендаторам с сушильной и стиральной машинкой. И так как инвестор из другого... Это просто мне больше ничего логического в голову не пришло, почему он указал в контракте, что это должно быть вывезено. Вот. Удивился и мой продавец, и я тоже, но... Да, они просто не хотят какой-то пожарную ответственность, потому что такое есть в других штатах, но не во Флориде. Ну, мы спорить не стали, мы вывезем. Такой момент, как раз именно сейчас я ищу машинки на замену своих старых. Может, мы обсудим это после соревнований? Я тоже ищу. Так, вы тут мне ещё поделитесь. Я уступаю, конечно. Поделитесь тут ещё. Ты мне можешь своё отдать. А я знаю, что зрители предложат съехаться. Вот, по поводу вот этой гладильной доски, которая не совсем стандартная, не во всех домах есть гладильная доска, тем более какое-то специальное крепление для ней, потому что в основном сушат. Вы знаете, я вам хочу сказать, владелец этого дома русскоязычный, а мы все любим гладить, можно сказать. Вот, поэтому нам всё равно у нас всё должно быть отглажено, даже если мы достаем из сушильной машины и это в идеальном состоянии, да, всё равно у нас какие-то воротнички должны быть отглажены. Вот они, видимо, и решили, что это будет бонусом к дому, и чтобы все были идеально выглажены. Но ты уточнил покупателя. Может, это тоже ему не надо? Может, пожарную опасность какую-то создаёт? Я тоже ищу. Я утюг купил. Короче, вы что тут собрались дома обобрать новых хозяев? Это было удачно зашли. Проходите. Так, проходим дальше. Так, что у нас тут ещё есть лишнего? Пошли посмотрим. И ненужного, да. Ненужного. Так, здесь кондиционер, я думаю, что это не лишний. Ну, только пусть скажут. Естественно, всё оборудование 2017 года, за всем был хороший уход. замена фильтров ежемесячно и так далее. То есть, в хорошем состоянии. Кондиционер. Вот здесь. Что такое? Я хотел бы... Слушай, такое ощущение, что ими, правда, не пользовались. Они всё в очень хорошем состоянии. Ну, возвращаясь к тему машины, но хочу сказать, что мне вот не нравится, вот когда вот так открывается. А да, мне тоже. Мне нравится, когда отсюда загрузка. Да, отсюда. Мне кажется, так плохо просушивается и плохо промывается, когда сверху открывается. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Ты уже американизировалась? Нет, на самом деле, я хочу сказать, что у меня были разные машинки. Мне почему-то всегда нравились вот именно такой загрузки. Вот. И у меня подруга купила какую-то там крутую Бош с такой загрузкой. Она приходила ко мне стирать. Извините, у неё не бы стиралось. Особенно Бош. Да, я была очень удивлена. Может быть, какой-то дефект там был. Но вот моя старая тогда стирала лучше, чем новый Бош. Стри, Анна. То, к чему привыкла. Не говори. Так, здесь у нас три идентичные по размеру спальни. Ну, практически. Что такое? Куда мы проходим? Так, ну, давайте. Да, спальни одинаковые. В принципе, с какой ты начнёшь. Так, важно. У всех одинаковые клозеты, гардеробные небольшие. Ну, я не маленькая, да, нормальная. Размер хороший, да. Размер хороший. У нас здесь 12 на 12. Закрываем. Наши стандартные любимые полочки. Как это поле чудес. Открываем буквы. Опять мне кто-нибудь про мой палец скажет. А вот посмотрите ещё. Здесь двери стандартные, невысокие. Хотя, в принципе, может, и блесли. Но это совершенно нормально. Стандарт, застройщика. Да, да, да. То есть это не кастом-мейт, это таких моделей у них много. За цену за 450. На самом деле это очень хорошая цена, честно говоря. Прям безумно хорошая. Так, что у нас здесь? О, две раковины тоже. И отдельно туалет и ванная. Посмотрите, отдельно туалет и ванная. Правильно, здесь две с половиной ванны. То есть одна ванная должна... А, там даже... Да, смотри, смотри, что там. Видишь, как объединили туалет и ванная. Я почему-то думала, что ванная... Ну, здесь находится туалет. Что-то я... Ну, вот так решили сделать. Запуталась. Так, ты тут что смотрел? Здесь вот ещё один кондиционер. Открыли все двери. Здесь кондиционер. Здесь полотенце. То есть в доме получается два кондиционера. На первый этаж и на второй. Оба юнита находятся на втором этаже. А скажи, пожалуйста, можно же отдельно на втором этаже сделать одну температуру, а на первом этаже... Конечно, да. То есть они все прикольные. Для этого они есть два юнита. Потому что мне кажется, на втором этаже всегда жарче и хочется по прохладнее сделать. Из-за крыши, да. Да, да. Здесь можно. Когда есть два кондиционера. Если один кондиционер в доме часто встречается, то уже, да, то есть одну температуру выставляешь. Ещё плюс этому дому в ванной есть окно, что тоже классно. Пусть маленькая не есть. Масюшечная, но есть. Нет, классно, классно. Чем больше окон, тем лучше. Значит, вот эта комната была единственной комнатой в этом доме, которая не выходит окнами на озеро. А так, в принципе, все комнаты выходят на озеро. В каждый хороший вид. Это к чему я говорила, что распланировано очень грамотно. Да, вот, посмотрите. Ещё раз покажем. Вид классный. Да. Опять же, посмотрим. Гардеробная, стандартная. Обычно вот так она и выглядит вообще во всех домах. Понимаете, нравится вот эти ручки. Потому что они со временем тем больше затираются. Ты знаешь, честно говоря, дети могут прищинить пальчики. Я такое уже слышала. Но, с другой стороны, они место сберегающее. То есть, одно дело, если бы дверь открывалась так, то есть, самое лучшее, если дверь не раздвижная. Да, но вот в этом случае это просто как бы сбережение нечто. А, ничего. Сломаем заодно. У меня нельзя. Дом продан. Так, дальше. Это четвёртая спальня. Тоже здесь окошко на красивый вид. Знаешь, вот единственное, что я бы хотела сказать, что, ну, можно было бы окошко-то и побольше сделать, скажи. Ну, просто. Ну, вид-то классный. Да, на самом деле. Ну, скажи. Ты права. Ну, почему не сделать два... Вот ещё вот, вот это окошко хотелось бы вот здесь, например. Или одно побольше. Или сделать одно большое. Побольше. Ты права в этом. Да? Ну, просто вид-то классный. Я понимаю, когда вид на соседей, там реально хоть уж не делай. А здесь прям сэкономили. Здесь, смотри, здесь немножко другая гардеробная. Ага. Потому что она уже... О, с одной дверкой. Ага, с одной дверкой. И побольше. Комната какая-то побольше, наверное. Поэтому... Немного побольше, да. Смотри, опять вот эти... Светильники везде, да? То есть свет вечером нормальный будет. Мне больше такие светильники нравятся, как более рассеивающийся свет. И его нога. На самом деле здесь есть возможность, если кому-то нужны вентиляторы. Да, вот, посмотрите. Например, смотри, я лично кондиционер не очень люблю почему-то. Но мне очень нравится, мне необходимый вентилятор в моей комнате. То есть я его включаю, мне более чем достаточно, и он реально гоняет хорошо воздух. Поэтому, если кому-то необходимо, можно повесить потолочный фен вентилятор. Так, проходим дальше. Или все? Я думаю, что на этом все. А, да? Вроде бы мы... А давайте спустимся вниз и посмотрим прекрасный вид. Давайте. Так, что это у нас... Как это называется? Патио? Это скрин, да, это патио, скрин с патио. Здесь можно, да, здесь стоял мангал в том краю, столик стоял. На самом деле можно сделать... Это стандартно, это уже было сделано застройщиком, вот этот экранчик, да. Вот некоторые просто достраивают дальше, строят бассейн и делают полностью сеткой. Вот как у того дома. Видишь, какой большой... Да, 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 да. Мы сейчас пройдем вместе с бассейном. Вот тут у нас гость все никак не уйдет. Смотрит. А что здесь такое? А у вас есть ли что-нибудь поесть? Так, а мы выходим. Класс! Ребят, я на каблуках? Можно я постою? Да, да. Так, вот так дом выглядит с бэк-ярда. Смотри, он не боится. Почти. Почему-то глаза все больше. Пути-пути, гули-гули. А, вот они, смотри. Дети, вот двое детей. Видишь, у них нет красных шапочек. Это дети уже подросшие. А он охраняет стоит. Бок с моими каблуками, да, тебя посмотрю? Посмотри. Точно. Видишь? Ага. А он стоит на страже. То есть, не надо никого добавить. Ни деток строить. Да, да, да. На той стороне я еще уточек вон вижу. Да, уточки здесь вообще постоянные обитатели. Так что целый зоопарк, можно сказать. Ну вот, посмотрите, здесь можно сделать хороший бассейн. Скажи. И вот посмотри, вот у этого соседа и у того соседа намного меньше получается участок между озером и патио, да? У них уже не сделаешь бассейн, а здесь, посмотрите, сколько много места. Очень хорошего размера двоев. Так и просятся сюда, да? Все, семья уходит. Ну, отличный дом, мне кажется. Да. Мне прям многое понравилось. Еще бы нам окон добавить, да? В каких-то комнатах. Но на самом деле в гардеробной вот много окон. Вообще дом все равно светлый. Светлый, да. Впечатление светлый дом. В одной комнате мало окон, и тебе уже что, добавить окон? Ну, мы такие, да. Мало окон, нет доводчиков, внутри кабинета не покрашено. Мы же на все это смотрим. Ну, мы из России приехали, мы обращаем на все внимание. Увидели гладильную доску, ничего себе, вот это да. И радуйся. Миша, это почему мы тебя при нас держим, что ты везде посмотришь, везде скажешь свое словечко. Прокритикуешь. Да, прокритикуешь. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Я вроде бы ответила на все часто задаваемые вопросы. Если у вас еще будут какие-то вопросы, конечно, пишите, мы будем отвечать. По кредиту я сказала, по аренде я сказала, по параметрам дома я сказала. План дома. Опять-таки Юля выставит видео, в начале видео или в конце, как ты там выставляешь обычно. Ну, везде. Я так счастлива вас снова видеть. Я просто очень рада, что я вернулась, что я снова здесь. И спасибо тебе еще раз огромное. Огромное просто, Миша, вообще. Ты просто, ну, суперзвезда. Мне очень понравилось. Я смотрела, кстати, видео с тобой с большим удовольствием, чем видео со мной. Я свои вообще не смотрю, честно говоря. Это прямо огромная похвала, на самом деле. И зрителям большое спасибо, потому что море положительных эмоций, хороших слов, мотивирующих, добрых вы написали. Прям вот такие у Юли неустанно повторять зрители. Ну, а мы едем к следующему объекту. Да. Пока. Пока-пока. Счастливо. Пока. Счастливо. 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 Счастливо.